Добрый вечер. Будем молиться за нужды. Хочу прочитать Псалом 33, 17 стих и 18 стих. «Всей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Написано «сей нищий возвал». «Нищий» — это не ищий, без кого нет денег, это нищий духом, который ищет лицо Божье, который ищет его царство. И когда он взывает, Господь слышит и отвечает. И также ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Что значит бояться? Это иметь страх Божий, страх огорчить Господа, страх сделать что-то не так. И ангел Господень, он ополчается вокруг боящихся. То есть окружает, становится щитом, защитой. И помолимся за наши нужды, которые есть. За Божье благословение и стабильность и постоянство на новой работе. Просьба продолжать молиться за Лену, сестру, верующую из Крыма. Тяжелые последствия ковида отказывают, а не верующие, отказывают почки, печени легкие. Молимся за покаяние и за милость Божью. За Лену. Может, я что-то не так прочитала? Сестра верующего из Крыма. Ее прадра не верующая. Она приехала ему на миссию, ехала больная и лежит в ужасном... А она не верующая. Просто молиться, потому что отказывают почки, я на соблюбках. Молимся за Лену, за ее покаяние и исцеление, за милость Божью. За восстановление папы после инфаркта Андрей просит молиться. За разрушение проклятий финансово, с возвращения Алексея, это брат Аллы, в лоно семьи Божьей, за его покаяние и обращение. Молиться за брата Олега, это Аллен брат, за его покаяние, полное возвращение к Господу и защиту во всех сферах жизни. Он нуждается в поддержке, в подкреплении и жаждет встать на Божий путь. И ему нужна сила в этом. Поддержим его. За исцеление пальца на ноге Полины. Очень болит. Невестка Ольга, это невестка Элеоноры. У нее онкология, проходит химию. За исцеление, освобождение и спасение. Господь, спасибо Тебе за все. Спасибо Тебе, что Ты есть у нас, Господи. Что у нас сегодня есть время больше приблизиться к Тебе, больше искать Твоего лица. Мы благодарим Тебя за все. Мы знаем, что Ты Бог отвечающий. Мы ищем Царство Твое, а Ты отвечаешь со Святой горы. И обеспечиваешь нас, Господь, и успокаиваешь нас. Ты нам даруешь мир, Господь. Ты нам даруешь надежду. Ты укрепляешь нашу веру, Господь. Мы так благодарны Тебе за все. И мы просим ответить на наши нужды, которые Ты сейчас слышал. Мы молим Тебя за исцеление невестки Ольги. Мы молим Тебя за исцеление пальца у Полины. Мы молим Тебя, Господи, за эту Лену, которая неверующая. Мы просим Тебя за ее покаяние. Чтобы она вызвала к Тебе. Чтобы она сказала, прости, Господи. Чтобы она приняла Тебя, Иисус, своим спасителем. Помилуй ее, исцели, Боже, по милости Твоей. Господь, мы молим Тебя за все эти нужды. За разрушение проклятия, Господь, финансового. За стабильность на работе. Мы молим Тебя за брата Аллы, Господь, который просит утвердиться на Твоем пути. Посвятить свою жизнь Тебе. Освободи его, Господь, укрепи его, Господь. И воздай ему, Господь, во имя Иисуса Христа, по милости Твоей. Мы также просим за Лешу, Господь, чтобы он вернулся в церковь. Вернулся к Тебе, Господь. И стал Твоим служителем, Боже. Во имя Иисуса Христа. Молим за Папу Андрея. За восстановление после инфаркта. За полное исцеление. Боже, Господь, Ты слышал эти все нужды. Мы молим Тебя за нашу церковь, чтобы она росла, Господь. Чтобы сегодняшнее слово, Господь, она утвердилась в наших сердцах. В сердцах нашей церкви, Господь. Чтобы мы были исполнителями, а не только слышателями, Боже. Во имя Иисуса Христа. Благослови нашего пастыря Инну. Господь, храни их, веди их, Господь, так, как Тебе угодно. Дай им мира, радости, Господь. Все их ненужды восполни. Все их ненемощи, Господи, исцели. Во имя Иисуса Христа. Мы также молим за защиту церкви от короны, от вируса. Мы благословляем нашего брата Анатолия, его жену. Просим за исцеление. Мы благословляем Аллочкину маму, Господь. Приведи ее на землю обетованную. Во имя Иисуса Христа. Мы благословляем наше правительство. И просим покаяния нашему правительству. И принятие мудрых решений, Господь, в нашей стране. Господь, спасибо за все, что Ты слышал эти молитвы. Мы верим, что Ты ответишь и благодарим. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.